Всем привет! Сегодня пойдет речь об УЦИ. УЦИ, УЦИ, УЦИ. Вот такая у меня УЦИшка, компактненькая, легенькая. Ну, вон она висит, вы видите. Естественно, разбирал, естественно, смотрел, все ли правильно пропаяли, все правильно пропаяли. Китайцы иногда паять умеют. На экран УЦИ я уже нанес защитную пленку. У меня две УЦИ, одна для токарного, другая для фрезерного. Чтобы как-то защитить экран, ну, вдруг что-нибудь прилетит или еще что-то, я нанес сюда защитную пленку. Как раз когда разбирал, и пленка внутри, и все отлично. Сюда нанес матовую, там у меня глянцевая. Хочу посмотреть, как они себя ведут, да? Ну, вроде бы матовые предпочтительные, потому что здесь у меня будет свет бить сильно, а здесь глянцевая. Ну, посмотрим. Какую УЦИ брать, да? У меня стоял вопрос. Ну, посмотрев в интернете, все люди покупают одну же и ту же УЦИ. Чёрненькую такую, да, с цифровыми этими кнопками. Ну, в общем, такой себе древний лес. Не хотел я покупать такую старую УЦИ, но не хотел. Хотел что-то посовременнее. Я не думал, что так сложно будет купить мне УЦИ, при том, что на покупок на Али у меня очень большое громадное количество, и там как бы всё нормально, а здесь что-то не зашло. Сперва я хотел вот такой вот УЦИ. Точно такая же, только с дополнительными кнопками. Ну, вроде бы удобно, да, она чуть побольше, но как-нибудь впихнём вроде бы, да. Я нашёл комплект двух УЦИ, линеек, за недорого, да. По наличию в России есть. У одного продавца по наличию в России, у другого продавца по наличию в России есть. В итоге оказалось, что ни хера ни у кого по наличию в России нет. Ну, в общем, получилось так. Китай спрашивает, может, я тебе дисплей пришлю как бы с Китая, а линейки как бы из России. Я говорю, не вопрос, не вопрос, шли. В общем, пока линейки шли, хорошо, что линейки идут не быстро, хоть даже из России, он мне отправил два дисплея. Но у меня сразу закрались какие-то сомнения. Ну, поразит, зайдите же цену, да, дисплеев. А так оно, скорее всего, оказалось. На таможне, короче, это, их заворачивают. Мне, значит, пишут, предоставьте документы, таможенная служба. Ну, я китайцу пишу, китаец мне высылал кое-какие документы, я их отослал. Но чую, что что-то лажа какая-то. И в итоге, так как идут две УЦИ, и так как китаец занизил сильно стоимость этих УЦИ, это считается как бы коммерческой партией. Хотя я беру для себя, я и писал это, что беру для своих станков, для личного пользования. А ничего не прокатило, УЦИ заворачивают. УЦИ таможне заворачивает, ничего не принимает. И, в общем, вот такая ситуация. А линейки пока идут. Линейки, вот, пришли, я их не забираю. Я не пойму, что мне дальше делать. Если я линейки заберу, а так как заказ единый, сразу заказ полученный, потому что оценочная стоимость тех УЦИ 8 рублей. Ну, сами понимаете, забирать мне линейки не было никакого резона. В итоге, действительно, таможне заворачивает эти УЦИ, они уничтожаются, либо отправляются, ну, там, в свои катаваси. Вот. И, естественно, я отказываюсь от получения линейок, потому что, если я получу линейки, я бабки теряю. То есть УЦИ у меня не будет. Будут линейки, а УЦИ не будет. Хотя китаец божился, что я переправлю снова и прочее. Ну, в общем, это лажа, короче, конкретная. Брать только по наличию с России можно, получается, УЦИ. Ну, очень сложная ситуация. Но, в общем, неважно. Спор открыл, китайцы согласился, деньги вернули. Все, линейки отправили там, я их не получал даже. Деньги вернули. Изначально я хотел именно вот такую УЦИ. Во-первых, она компактненькая. Да, есть сложность, что нет клавиатуры. Этими стрелками мы клавиатуру выбираем, но здесь внутри есть клавиатура устроенная. Вот. Но компактность для меня решила все. По УЦИ тоже вот это вот. Тоже не все просто было. По наличию УЦИ есть. В Российской Федерации. Списываешься с продавцом, с доли. Нету в наличии. Но на товаре есть наличие в РФ. Ну, вот такая катавахи. Опять-таки пришлось отдельно линейки заказывать, отдельно УЦИ. Ну, я поступил этот раз хитро. Я заказал отдельно линейки, шесть штук, и отдельно УЦИ. Две штуки. Опять-таки покупал две штуки, но отдельным заказом. Так что ничего страшного. Если это обожди бы завернуло, все бы оно бы, деньги вернули. Ну, в общем, пришлось две УЦИ отдельно и линейки. Линейки есть двух видов. Тоненькие, так сказать, да, и чуть потолще. Нужно брать вот такие линейки НТС-С, потому что есть еще М. Максимальная у них длина рабочего хода 400 миллиметров. Это самые узкие по высоте линейки. Да, есть уже Л-200 модель, она еще уже, но у них ценник от десятки за штуку. Нас этот вариант не устраивает, ну вы что, охренелишь? Поэтому на этот станок подходят только эти линейки. Возьмете модель М-ку, не С-ку, будет геморрой. Я эти кое-как сюда впихнул, понимаешь? У них у всех очень длинный кабель, там два с лишним метра, до Луны достать можно. УЦИ можно вообще повесить там в другом гараже, грубо говоря, да? Но такое себе. Поэтому я их аккуратненько скрутил, ну дальше я расскажу. Почему я брал линейки не в размер? Да, есть возможность, кратно, по-моему, двум или трём сантиметра, четырём, не суть, важно, там табличка у неё есть, заказать конкретный в размер. Но не до сантиметра и не до миллиметра, потому что вот здесь вот мне нужно, чтобы оно всё выглядело красиво. Отсюда до сюда, без всяких дырок, щелей и прочего. Такой линейки, к сожалению, нет. Я так подумал, да возьму я все длинные, цена у них там разница 100 рублей, всего-навсего. Я думаю, возьму я все линейки 400 миллиметров хода. То есть линейке пишется 400 миллиметров, это её ход. Но общая её длина, к примеру, 400 миллиметров, 535 миллиметров. То есть общая длина 535. Это имейте в виду. Дело в том, что в интернете всего несколько роликов, как эти линейки резать, ни хрена не понятно, особо, поэтому пришлось изучать с нуля. В принципе, если у вас есть лентопил, всё это делается легко. Но я сразу хочу сказать, стекло надо вынимать, чтобы всё. У меня есть ролик на канале, я оставлю ссылку в описании, как укоротить линейку ЦИК. Я уже укоротил 3 штуки, и нет никаких проблем. Всё отлично получилось. Ещё очень важный момент, что я одну линейку укоротил, у меня остался довольно-таки большой кусок. И я его использую в токарном станке. Итого у меня будет одна линейка запасная. Как что увидите по токарному станку. Значит, с линейкой мы определились. Берём длинные. Это мой совет. Не хотите, берите в размер, как хотите. Я беру вот так. Также с линейкой идёт комплектный крепёж и вот этот кожух, который тоже мы можем отрезать, как нам нужно. Очень важный момент. Плюс у вас ещё останется кусочек, ну, для чего-нибудь, оно всегда пригодится. И поэтому, вот если можно видеть, линейка здесь довольно-таки большая. И поэтому я отрезал от неё определённый кусок. Миллиметр в миллиметр. У меня всё выглядит гармонично, ровненько. Такого можно добиться, только резким. По-другому никак. В комплекте с линейкой УЦИ есть вот такой вот кронштейн. Он довольно-таки толстый, почти 5 миллиметров толщиной. Ну, куда-нибудь пригодится. Мне, к сожалению, он здесь нигде не пригодился, но в токарном, я думаю, я его буду использовать. Но по живому виду. Но кронштейн в комплекте. У меня таких уже три. Так что что-нибудь скрепим когда-нибудь. Я никогда не думал, что настолько сложно приобрести УЦИ. Почему-то, я не знаю, китайцы не делают конкретно готовых комплектов для токарных станков, фрезерных. Непонятно. Так бы человек купил, УЦИ все линейки в размер, поставил бы и забыл. А вот нет. Мучитесь, мучитесь. Вот так. Но УЦИ есть модель. На это не смотрим. Почему? Потому что китайцы вообще молодцы, китайцы супер, чётко в натуре класса. Потому что все УЦИ и прочее делаются где? В Китае. Это Акрон. Это Акрон 10. Это модель Акрон 10. Почему? Вы посмотрите на инструкцию. Скачайте её с сайта Акрона и поймёте, что это Акрон 10. Мало того, я его разбирал, я посмотрел, какой чип стоит, я выложу макросъёмку. Да, они пытались его, так сказать, стереть, но у них это не вышло. Я всё определил. Начинка абсолютно такая же, как у Акрона 10. Это очень хорошо. Плюс ко всему, у меня есть на него прошивка, у меня есть кабель для прошивки специальный, у меня есть всё. Я могу прошивать его как хочу, я могу изменить название и прочее, ну, в общем, хорошо. Лучше бы сюда встроили Android, уже, ну, пора, пора. Всё какую-то хрень туда встраивают, но цифровое интересное. Сзади у нас три выхода под линейки или какое-то дополнительное оборудование. В общем, довольно-таки современная модель. Выключение, кронштейн, всё в комплекте, и вилка, всё нормально. Тут вопросов нет. Вещь вообще, в принципе, мне понравилась. Я ещё не знаю всех ее функций, разбираюсь, скачал инструкцию, так сказать, на английском языке, перевёл её переводчиком на русский, сижу, изучаю, потому что сверление отверстий, вот это всё, это довольно-таки непросто. Хоть там есть и русский язык, но он такой ломаный. Я думаю, как-нибудь переведу его правильно. Там хоть перевод на русском есть, 9-11 языков, по-моему, здесь можно выбрать. Но так корявый. Но, благо, что у меня есть прошивка, я могу язык немножко подправить. Без УЦИ работать на фрезере можно, но не нужно. Это очень неудобно. Это китайский станок, всё равно в нём игрушечное. Без УЦИ бесполезно что-то фрезеровать. Три линейки и само УЦИ не обошлось в 20 тысяч рублей. Дорого, недорого, но, а, зато современные УЦИ. Давайте ближе покажу, расскажу. Это актуально для моего варианта, так как у меня стол перевёрнут на 180 градусов. У вас может быть крепление совсем иное. Понимаете, да? Просто сейчас покажу, как оно всё закреплено. Первая линейка по ИКСу закреплена вот таким образом. Всё прям чётко, миллиметр в миллиметр долго вымерял, долго крепил. Вот так оно реализовано. Нержавеющие болты, потому что у меня будет СОЖ, и поэтому здесь крепление кожуха нержавеющими болтами, плюс ещё я прошёл там герметиком. Ну, чтобы вообще не попала жидкость. Самое главное, УЦИ служат долго, когда не попадают жидкости. Логично, логично. Специальный крепёж, кабели от УЦИ, в принципе, корпус в другой линейке, всё нормально. И туда вот идут кабеля. Здесь специально такое кольцо, потому что всё оно двигается. Крепление второй линейки реализовано вот таким образом. Пришлось сделать специальный кронштейн. У меня в ролике по укорачиванию линейки есть этот кронштейн. У вас он тоже может быть индивидуальный. Довольно-таки толстая пластина, 5 мм, на всю длину. Также крепление, и всё, оно никуда не девается. Всё идёт за колонну. Это у нас была линейка Y. ТАИКС, это Y у нас. Классическое крепление линейки Z. Вот таким методом, да. Здесь кронштейн специальный, но на чипмекере есть даже схема этого кронштейна. Всё отлично, то есть ничего не сверлится лишнего в станке. Здесь у нас газовый упор идёт, и как раз-таки вот это вот крепление для самой линейки. Ну, сама линейка колонни крепится двумя болтами M6. Ну, чтобы наверняка. И вот видите, ничего не мотыляется. Кабель идёт вот таким образом и вот сюда за колонну. Все кабеля скручены там за колонной и всё нормально. Как видите, ничего не торчит, ничего никуда не попадёт, даже жидкость сюда навряд ли попадёт. В общем, всё вот так вот красивенько. Далее в кабель-канале идут все у нас провода металлические. Вот они все три штуки и подключаются к самому УЦИ. Здесь кронштейн, ну, в общем, вы всё поняли и вот само УЦИ. Итак, вот у нас само УЦИ. Мы его включаем. Во-первых, оно очень компактное. 10 на 15 сантиметров. Ну, ни о чём. У меня здесь, как видите, всё компактненько. Если бы он был бы с клавиатуры, размер был бы вот такой и как бы оно мне мешало бы, вот здесь и выпирало. Ну, в общем, мы поняли, что сюда для меня идеален только вот такой вот компактный УЦИ. Как видите, уже по-русски. Всё. Нажимаем войти. У нас здесь три оси. X, Y, Z. Нулёв здесь можно выстоять сколько хотите после точки. По умолчанию стоит три ноля. Я сделал два. Почему два? Потому что у меня линейки с погрешностью 0,005. Как бы мне тысячные ловить ни к чему. Мне ловить сутки. Поэтому для удобства пользования я один нолик убрал. Через меню это можно сделать без всяких проблем. Очень хорошо читаются цифры. Я думал, что будет мелковато, но вот вы знаете, очень чётко. Плюс можно подобрать любой фон, цвет. Ну, дальше попробую показать. Как, в принципе, все кнопки работают. Да, вот X, например, у нас есть. Нам нужно обнулить. Мы обнулили. Z нам нужно обнулить. Мы обнулили. Ну, в общем, всё работает хорошо. Вот мы, например, по Z поехали куда-то, да, вверх-низ, вверх-низ всё оно работает. Плюс ещё можно микроподачей подавать, там вообще будет всё прям по доле миллиметрам. Так, например, подняли и также обнуляем. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть по меню. Значит, у нас есть параметры УЦИ, параметры оси, сложение осей, очистка данных, тест клавиатуры. Ну, вот, параметры УЦИ. То есть, можно выбрать фрезер, токарный, шлифовка, но у меня фрезер. Далее у нас количество осей три, количество знаков пять, сброс, можно выполнить яркость. У меня на максимуме, но можно прибавить, убавить, пожалуйста, вот, видите? То есть, регулировка неплохая. Как видите, на максимальной яркости экран у нас не мерцает. Шим, так сказать, да? Что еще у нас есть? Контрастность. День, например, ночь. Смотрите. Так, ночь. Давайте посмотрим, как оно выглядит. О, смотрите, какая красота. Я, наверное, себе, наверное, так оставлю. Ну, мне нравится, да? Красиво. То есть, на черном фоне белые цифры прям, супер, супер. Так, продолжаем. Здесь вот как-то видно. Вот, я еще раз покажу, что здесь есть. Фрезер, токарный, шлифовка, фрезер, фрезер у нас. Так, это нам ничего не надо. Яркость, контрастность, динамичность. И язык русский, все понятно. Зуммер можно отключить, чтобы он не пикал. Ну, нам надо, пусть включенный. Так, параметры оси. С каждой осью можно взаимодействовать, менять данные, да, менять направление. То есть, тут, ну, количество знаков, вот я поставил два, то есть, можно поставить, а хоть пять, по-моему, порты. Так, идем дальше. Сложение осей. Тоже надо разбираться. Очистка данных. То есть, у меня версия прошивки 2.0, пока еще новые нету. Тут можно очистка, и SDM сделать, и сброс настроек, например. Тоже, как бы, что-нибудь заглючило, взяли да сбросили. Тест клавиатуры, все ли работает, да, вот они у нас, хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Мало ли что-то с кнопками, да, ну и выход. Все, тест клавиатуры работает. В принципе, по этому меню все. Ну, в принципе, перевод-то, довольно-таки, неплохой, в принципе-то, пойдет, да. Теперь, по возможностям самого УЦИ. Я, конечно, не во всем здесь разобрался еще, буду разбираться. Вот, АБС, Инс, что-то, да, что-то вот, мне тут немножко непонятное, да, но будем разбираться. Дальше есть, ММ, Инс, тоже, смотрите, цифр понапихали, тоже. СДМ, сложение осей, установка, референтная метка какая-то, ну, в общем, нужно все разбираться. Комп, то есть, компенсация. Выключить вообще можно экран, зачем это надо, непонятно, да. Отверстие по окружности можно настроить, да, тут вот полно всяких моментов, да, настроек, надо разбираться. И есть отверстие по линии, да, тоже вот удобно все. В принципе, как все, все как взрослых у ЦИ. В режиме контрастности, ну, они так и назвали, можно менять цвет, да, тут у нас на черном фоне белые, потом на черном фоне желтые, на черном фоне красные, ну, это стандартный режим, на белом фоне черные, на белом фоне синие, на белом фоне красные, на желтом черные, ну, в общем, тут полно, скажем, ну, вот красный давайте оставим, посмотрим, как оно выглядит. Ну, такой себе, вырви глаз. Пока оставлю на стандартном. Как бы лучше читается, все-таки черный фон немножко не очень. Значит, смотрите, как вызвать калькулятор, да, к примеру, вот мы нажимаем по иксу и калькулятор, пожалуйста. Тут, конечно, сложность в том, что набирать нужно стрелками. Вот, например, нам нужно один, желтый подтвердили, да, потом, например, нам нужно три, да, подтвердили, потом нам нужно точку поставить, к примеру, да, в принципе, приучиться надо, ничего в этом сложного нет, и, например, девять, да, ну, бывает такое, вот, перескачешь, все, все, 13,9 мы установили, к примеру, ну, довольно-таки просто, да, не сказать, что сложно, не сказать, что просто. Плюс еще, что у нас есть, одна вторая, то есть мы можем сразу разделить на одну вторую, да, это очень удобно, между прочим. Что у нас еще здесь есть, вот это я стрелки не понимаю, что просто переход, наверное, ну, а это, как сказать, самое простое у ЦИ, вот что в большинстве нужно, это делить на одну вторую, вот можно еще раз на одну вторую разделить, и еще раз на одну вторую, то есть все делается автоматически, это очень удобно. По остальным функциям нужно, как бы, разбираться, смотреть, потому что не все оно понятно, но главное, что работает, для моих задач пока хватает. Вот такое беглое меню, опять-таки, будет выходить прошивка, и будет что-то новое, может быть, придумывать, но, как бы, мне нравится, беленький такой корпус, не чернота какая-то, но все-таки смотрится довольно красиво. Ну, у всех понятия красоти разные, но мне нравится. Все линейки работают, УЦИ все работает, давайте продемонстрирую результат. Давайте покручу немножко по ИКСу, вот, пожалуйста, миллиметр, два, три, четыре, все работает, так же сбрасываем. Давайте по ИКСу. Все, круть, верть, все работает отлично. То есть, можно, соответственно, можно, глядя на УЦИ, прям в ноль все вывести. Смотрите, какая красота. Ну, и по Z, это у нас башка, которая ходит, вот, пожалуйста, вверх, вниз, все работает. Никаких проблем. Вот такая УЦИ у меня получилась. Очень комфортно работать. Я вообще не, у меня до этого ни разу УЦИ не было, но я купил современные УЦИ на август 2023 года, а в современном УЦИ как бы на Алиэкспресс нет. Это самое, так сказать, новое УЦИ. Плюс с возможностью, так сказать, прошивки, апгрейда там какого-то и все. В общем, с ПАИ на внутри все неплохо. Я вам показал уже, что внутри есть. Все прошивается, но, в общем, я думаю, что он прослужит долго. Потому что с УЦИ прям работа просто в радость. Потому что по разметке смотреть или по индикаторам, это все чушь. УЦИ, УЦИ и еще раз УЦИ. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!